Всем привет, друзья! Сложная тема, конечно, но она не относится к автомобилям, ни к строительству, ни к автомобилям. Один человек мне в комментариях задал вопрос, Алексей, как ты бросил курить? Ну, те, кто меня знают, знали, что я курил очень много и курил долго. Ну, почти 20, да, больше, чем 20 лет прокурил. А потом бросил. Каким образом бросил? Многие бросают из-за того, что, допустим, там здоровье как-то подводило. Нет, у меня с этим проблем не было, все нормально было, курил я много, выходило иногда до трех пачек в день, да, друзья мои, вот так вот. Правда, тонкие сигареты и, ну, в общем, много курил. И потом один раз приехал на один объект, я как раз занимался тогда, у меня строительная фирма своя была, я приехал на один объект, и один человек смотрит на меня, а я курю одну сигарету за другую, так затушил, я докурил, бросил, тут сразу другую подкуриваю, ну, вот так вот. И он смотрит, говорит, куришь, я говорю, да кури он, говорит, до хрена, я говорю, да до хрена, он говорит, хочешь бросить? Я говорю, ну, наверное, как бы, ну, так, чтобы я хотел прямо бросить, я не мог понять, ну, вот, вроде как и надо, да по карману тоже бьет, ну, представьте, по три пачки в день, тем более, сколько сигареты уже стоили. Ну, в общем, он мне говорит, ну, почитай, говорит, книжечку, говорит, езжешь, Аллен Кар, легкий способ бросить курить. Я думаю, что большинство из вас читали эту книжку неоднократно, даже если кто бросал, потом опять начинал курить, у меня такая же ерунда произошла. Я прочитал книжку, и потом как-то раз, вот, и не хочется курить. Ну, потом прошло время, немножко там компания, мы выпили, и, в общем, закурил, и пошло опять. Потом я через некоторое время, там уже прошло, наверное, полгода, я решил еще раз, думаю, ну, теперь я сделаю так. Я не буду читать, я буду слушать. Аудиокнигу открыл тоже и самое, послушал, и тоже опять так, ну, может быть, там на полмесяца бросил курить. Как-то перенастроился, выпили, покурил, потом уже проснулся, мне не тянет, я не курю. И вот так вот долго тоже, где-то так год, наверное, было. Но меня это тоже не устраивало все равно, потому что потом ты утром просыпаешься, у тебя вся одежда воняет этими сигаретами, то пропаленные где-то рубашки, ну, вы знаете, кто курильщик. Особенно меня больше всего бесило это, когда едешь в машине, куришь, я уже потом в конце уже, я не курил в машине. А то было, что куришь, потом падает где-то этот огонек с пепла, с этого, с табака, туда где-то в машине пропалил сиденье, пропалил штаны, там, чтобы не загорелось ничего. Ну, в общем, это такая проблема, что, ну, курильщиков, знаете, да, потолок весь этот аж липнет от этого никотина, потому что он в машине, стекло лобовое, ветровое, изнутри покрывается этим никотином. Короче, все воняет, и все, ну, одни недостатки. Но я не мог понять, почему получается так, что мне, когда я смотрю на людей, вот мы в компании собираемся, да, вот я специально с ними выходил, когда они курили, я смотрю, вот, курит там, как смотришь на это, как человек курит, и прямо затягивается, и тебя аж, вот этот спазм такой, аж как хочется тоже закурить. Это просто вот нужно в голове переключить. Я вам объясню, как это делается. Когда человек выходит, допустим, вышла компания курить, идете с ним, с ними идете, но не смотрите на человека, который курит. Смотрите на того, кто уже докурил, допустим. Они же не все одновременно курят. Допустим, там, два человека или три курят, к примеру, там, два-три человека не курят, вот, в одно мгновение. Потом кто-то затушил, другой поджег. Я это обратил внимание, специально на это, я анализировал. И вот, главное, общаться с человеком, который сейчас не курит. То есть, сигарету он взял, все, ты на него не смотришь. Пусть он курит, ты на него не обращаешь внимания, общаешься с человеком, который в этот момент не курит. Если он сигарету взял, ты переключаешь на другого человека. Вот, начинаешь уже общаться с другим человеком. Пока тот курит, ты на него внимания не обращаешься. Затушил сигарету, ты к нему уже поворачиваешься, начинаешь с ним общаться. Срабатывает такой переключатель, что вот этот момент, когда ты видишь, когда кто-то курит, и тебе тянет, вот это вот оно выключается, пропадает этот момент. И после этого ты уже, получается, как бы в середине курящих. Да, дым идет этот, они там где-то курят, но главное, что не игнорируйте. Вы, как бывший курильщик, должны присутствовать там, потому что это ваше место, вы привыкли к этому. Если вы так отстранитесь, скажете, нет, я туда не пойду, вы курите там, я не буду, я бросил курить, я буду. Нет, 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 нужно именно идти туда, с ними вместе стоять. Но на тех, кто курит, не обращать внимания, не смотреть. Ну как, глянул на него, но не общаться, чтобы не присматриваясь, как он затягивается. Вот на эти мгновения, на эти мелочи не нужно обращать внимания. Просто вы смотрите и общаетесь с человеком, который не курит. Проходит момент, и вы, опа, пьянка прошла, гулянка прошла, вы с ними выходили, но вы не закурили ни одну сигарету. И вот на основе вот этого получилось так, что в голове оно правильно сложилось. То есть пазлы сошлись, вот у меня вот как бы в голове сошлись пазлы благодаря этому. Теперь мне все равно, кто курит, кто не курит. Ну правда уже прошло, конечно, сколько я уже не курю, наверное, года 4, наверное, может быть больше, может быть уже под 5 лет. И даже вот эти самые страшные, когда были самые жуткие боевые действия, которые у нас здесь многие, кто не курил, закурили. Я не закурил. Я был счастлив от того, что я не курю в тот момент, потому что многие, кто курящие были, курильщики, они искали сигареты. Сигарет не было. Там у кого-то просили, как вот говорят, что, знаете, уши в трубочку скручиваются. Я это все когда-то проходил, как это тяжело, когда ты курящий. А когда я бросил, и такая вот ситуация, да, вот не сигарет негде взять, а мне они не нужны. Я просто так восхищался даже тем, что я бросил курить. Иногда выскакивает такое, что бывает иногда такое, раз, щелчок какой-то в голове. Ой, да, может быть, закурить бы неплохо было. Потом это, конечно, мгновенно все проходит, и на этом все заканчивается. Потому что, ну, наверное, это навсегда. Многие говорят, что сны снятся, что ты куришь. Были сны, были. Были сны. Ну, наверное, и сейчас иногда, может быть, такое случайно что-то приснится. Но, опять же, проснулся. Говорят, это, опять же, это нормально. Потому что, ну, больше 20 лет, представьте, это, ну, если мне чуть больше 40, да, я полжизни прокурил. Представляете, полжизни я прокурил. Вот такая вот ситуация. Но, конечно, вес чуть-чуть набирается по-любому после того, когда ты бросаешь курить. Потому что курение, никотин, он сам по себе как бы подменяет этот, вот это ощущение, когда вот ты захотел поесть, нет, ты взял, покурил, и все, тебе уже есть не хочется. Он, ну, по-своему, как-то он действует, наверное, на организм. Отрицательно, я так понимаю. Вот. Поэтому, друзья мои, следите за своим здоровьем. Прежде всего, конечно же. Спортом занимайтесь. Я думаю, что каждому это должно быть на пользу. И, друзья мои, да, книжка действительно помогает. Кстати, еще один момент был, перед тем, как я последний раз, вот это, когда я все-таки бросил, уже окончательно бросил курить, как-то получилось тоже. Вот, я же тогда аудиокнигу послушал, потом опять через некоторое время я начал опять курить. И я так подумал как-то, думаю, да, может быть, людям помочь и сделать. У меня еще один канал был, ну, такой маленький канал был на Ютьюбе. И я думаю, надо взять, совместить аудио, вот книжку, аудиокнигу, с обыкновенной книгой. То есть, когда человек вводит глазами по тексту и слышит этот же текст, это двойное восприятие идет на мозг. И я взял, утром проснулся и начал, читаю и накладываю. Читаю, то есть, делал видеоролики, собирал по, ну, допустим, там 5-6 страниц, а там всего 84 страницы было, насколько я помню, в книге Ален Карр. Я их осиливал за 6 дней. 6 дней у меня уходило на прочтение одной этой книги. Вот, ну, там я несколько часов в день уделял, там, может быть, час-два, ну, вот у меня 6 дней, 6 дней уходило. И когда я вот это собирал, текст, аудио и, получается, видео, именно страницы, я сам читаю, слушаю, и потом я заметил, что меня не тянет курить. То есть, я сам пока соединял, пока монтировал, получается, видео эти, я бросил курить. Я потом выложил на канал, на тот маленький, эти все страницы, все собранные были. Этот материал, там много все-таки материала было, но канал малый был, и он не зашло. Получается, люди мало практически так, практически не смотрели его. Это никому не интересно, я так понимаю, было. И я потом все-таки удалил его с канала. Ну, а потом все-таки эти, все мои работы вместе с компьютером, в общем, пропали у меня, и все. И больше у меня этого материала не было. Будьте здоровы! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok